Итоги уходящей пятницы Мы уже посетили порядка десятка населенных пунктов Бобруйского района О чем напоминают специалисты Полет мысли На базе отдыха вербки прошел конкурс резьбы по дереву Очень много приглашенных гостей Какие номинации? А также 85 лет ГАИ, пересечение границы и анонимная медицина Для сохранности данных пациентов больниц и поликлиник обезличат О чем речь Токийский экспресс во дворце независимости Торжественно проводили белорусских спортсменов на Олимпиаду В церемонии принял участие президент Александр Лукашенко Глава государства отметил Здесь собрались не только спортсмены и тренеры, но и олимпийцы прошлых лет Прославленные чемпионы, которые символизируют связь поколений Предстоящие игры станут совершенно особенными И борьба за медали будет как никогда жесткой и бескомпромиссной Знаете, что миллионы болельщиков в Беларуси, несмотря на расстояние в тысячи километров, будут мысленно проживать с вами каждую секунду на арене и вне ее Ваши имена будут звучать в каждом доме И я уверен, звучать они будут с радостью и величайшей гордостью Помните, что за вами народ, который ждет поднятый в небо на токе государственный флаг в Беларуси Я искренне желаю вам удачи И единственное, хочу сказать, не переживайте Сделайте все, как вы делаете на тренировках И тогда у вас все получится Но помните, мы за вас будем не просто болеть Мы будем за вас страшно переживать И желать победы в каждую минуту, в каждую секунду, на каждом метре Я особенно Поэтому желаю вам быть в хорошей форме И показать все, на что вы способны Доброго пути вам, успехов и счастья И знайте, что мы в вас верим Покоряя спортивный Олимп, в японскую столицу отправятся 109 белорусских атлетов Первыми улетят плопцы, остальные за 5 дней до открытия игр До старта осталось ровно 2 недели Сегодня в парке Камадзава встретили Олимпийский огонь Он завершил путешествие по префектурам страны Из-за пандемии резкого роста заболеваемости Большинство соревнований пройдет без зрителей на трибунах Водитель под градусом В горках сотрудники ГАИ задержали автомобилиста Инспектор подал сигнал о постановке Однако требования проигнорировали Водитель ВАЗа прилетел мимо машины госавтоинспекции И попытался скрыться После недолгого преследования нарушителя догнали Им оказался 40-летний местный житель Тест показал наличие в организме мужчины алкоголь 3,5 промилле Он пояснил, что выпил утром пиво Итог поездки Штраф в размере 5858 рублей И лишение прав на 5 лет Мезрах в Беларуси обновил статистику по COVID-19 За минувшие сутки зафиксировано 1250 пациентов С положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразились 425 804 человека Тем временем в стране набирает обороты вакцинации от COVID-19 Первые дозы препарата привились уже больше миллиона жителей Это более 10% взрослого населения А полный курс прошли 700 тысяч человек В Минске привиться можно в любой поликлинике Вне зависимости от места жительства и прописки А также в крупных торговых центрах, на предприятиях и даже рынках На выбор два вида вакцин Спутник Ви и китайский Синофарм Также в Минздраве ожидают поставку российского однокомпонентного препарата Спутник Лайт Лесной запрет, сохранность данных и жара не сдается В субботу воздух прогреется до плюс 34 Спадет ли градус на следующей неделе Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Для сохранности данных пациентов больницы поликлиник обезличат Минздрав предложил соответствующую инструкцию Чтобы соблюсти врачебную тайну Также это один из этапов защиты и личной информации Когда медкарты будут храниться на интернет-платформе В частности засекретят фамилию, имя и отчество человека Паспортные данные, место жительства, фото, профессиональную и информацию о причинах смерти 10 июля в Александрии пройдет республиканский праздник День открытых дорог Посвященный 85-летию ГАИ Помимо тематических площадок будет работать выставка ретроавтомобилей И современного автотранспорта госавтоинспекции Возможность виртуального присутствия будет у жителей всех областных центров Благодаря прямой онлайн-трансляции на городских светодиодных экранах Белорусам для въезда в Россию необходимо подтвердить отсутствие ковида в специальном мобильном приложении Раньше это правило касалось только авиатранспорта, теперь и поездов Путешествуя без COVID-19 создал Евразийский банк развития В нем список сертифицированных лабораторий, где можно сдать ПЦР-тест Результаты хранятся в общей системе и граждане могут беспрепятственно перемещаться в границах всех стран ЕС Запрет на посещение лесов введен в шести районах Могилевской области Белынческом, Быховском, Круглянском, Могилевском, Чауском и Шкловском Ограничения вводятся для того, чтобы обезопасить граждан, сохранить их собственность и имущество, а также лесной фон Напомним, что за нарушение грозит штраф до 725 рублей В случае возгорания он возрастает вдвое В субботу ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков Лишь утром местами по западу пройдут кратковременные дожди и грозы Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4,9 метров в секунду По западу с порывами до 14 Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля Днем плюс 28-34 Жаркая погода сохранится и в начале следующей недели К водоемам устремились люди Вместе с тем спасатели перешли на усиленный режим работы Чуть ли не ежедневными стали профилактические рейды К сожалению, многие игнорируют даже самые элементарные правила О безопасном отдыхе расскажет Ольга Васенда В поселке юбилейный урок безопасности В качестве зрителей ребяту до 16 лет Программа насыщена Интерактивные игры, показ знаков эвакуации, примерка боевой одежды Напоминают ребятам и о правилах поведения во время каникул Весь квест в игровой форме Так как акция началась буквально недавно, то есть она только неделю Мы уже посетили порядка десятка населенных пунктов Бобрусского района Детям, конечно же, важно напомнить, как себя вести на водоемах Почему нельзя ходить в одиночку на водоеме, почему нельзя баловаться Следующая локация – озеро вблизи деревни Туголица В плане у специалистов МЧС и инспекции природных ресурсов и охрана окружающей среды Профилактический рейд Это место выбрано не случайно Одно из самых популярных у Бобручан в жаркие дни Даже в будни здесь десятки человек Спасатели напоминают отдыхающим о правилах безопасности Плюс каждому наглядная листовка Погода позволяет, можно ездить Каждый день практически приезжаем Особо не ссорим Приехали на пару часов, покупались Трезвость – это, наверное, самое первое актуальное, которое заповедь для всех Ну а дальше самое веритарное Не знающий водоема Не заплывать, не нырять, не прыгать К слову, распитие алкогольных напитков у водоемов влечет за собой штраф 232 рубля Среди других серьезных нарушений купание в темное время суток и оставленное без присмотра дети Что нередко становится причиной трагедии Любителям оставить после себя мусор также грозят санкции до 87 рублей И чаще всего только этот пункт способен в полной мере образумить нарушителей Вот, например, мы сейчас находимся около водоема Распространенное нарушение – это стоянка транспортного средства, то есть автомобиля до 30 метров от береговой линии То есть это расстояние должно быть более 30 метров За такое нарушение предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа, либо предупреждение В планах инспекторов проводить рейды до конца лета Жаркий сезон уже полон печальной статистики Только за прошлую неделю в Беларуси утонули 20 человек 12 спасены работниками СВОД и МЧС Ольга Васинда, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Формой деталей в Бобруйском районе прошел конкурс резьбы по дереву Среди участников не только белорусы, но и гости из Венгрии, Азербайджана, России, Украины Заглавная тема – Купальская ночь В течение недели почти 30 мастеров выполняли работы, которую после оценили в двух номинациях Садово-парковая скульптура или скамейка и художественная резьба Кроме того, лучше этюд определили и зрительским голосованием Предусмотрены в номинациях все денежные призы Соответственно, очень много приглашенных гостей Которые от организации тоже, возможно, будут вручать свои какие-то памятные подарки Организаторами конкурса выступили концерн Беллес Бумпром, Республиканский профсоюз работников леса и природопользования, Бобруйский городской исполнительный комитет и ООО «Фандок» Выставка готовых работ и подведение итогов состоялась сегодня Все они впоследствии украсят парки и скверы белорусских городов Завершился конкурс праздничным концертом Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова